ПЕРШЕГА ЛЮТЫГА ВИТАЮС ПАДАРСТВА У ОБЬЯКТЫВЯ Разом под суммой важная падея дня у студии Кирол Смягликов и у скороте проголовная. ГИСТАРЫЧНЫЕ ВИЗИТ ЗЛУЧАНЫЕ ШТАТЫ ХОЧУТЬ ДОПОМАГЧЫ БЕЛАРУСІ БУДАВАТЬ СУВЕРЕННУЮ КРАИНУ. НАШЕЙ ВЫТВОРЦА ГАТОВЫЕ ДОСТАВІТЬ СТО ОДСОТКОВ ОБЬЯМУ НАФТЫ, ЯКІ ВАМ НЕАБХОДНЫ. ТІ НАШМАТ ПАВЯЛІЧИЛІСЯ СОЦАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ. НЕТ, ЭТА БРЫЗГИ КАКІ. ЭТА НАС НЕ СПАЩЁТ. ПОНИМАЦЯ? КАСА, ЯК СИМВАЛ БАРАДЬБЫ. ПЕРШЁЕ СТРОЙЩОЛ С ДРУЖЬЯМИ, ДРУГЮ С ПІКАМИ, А ТРЕТІ С КОСАМИ. ДЕРЖАВНЫЙ САКРАТАР ЗЫША МАЙК ПАМПЕЯ ПРЫЛЯТЪЮ У БЕЛАРУСЬ. КЯРАВНИК АМЕРКАНСКОЙ ДЫПЛАМАЦЫЙ ДЫПЛАМАТЫ АСАБИСТА СУСТРЕУСЯ ЗАЛЕКСАНДРАМ ЛУКАШЕНКОМ, УЛАДІМИРАМ МАКЕЕМА, ТАКСАМА ПРАДСТАВНІКАМИ ГРАМАДСКИХ ОРГАНІЗАЦЮ. А ПРАЧА ГЭТАГА ДЗЯРЖ САКРАТАР ПАСПІУ ЗАВІТАЦЮ У ПАРК ВЫСОКІХ ТЕХНОЛОГЮ. ЗА СПАТКАННЯМИ ПАМПЕЯ САЧЁУ МОЙ КАЛЕГА ВИТАУ ЦЮЧЫК. У ПЕРШЕНЮ ПАДЧАС КЄРАВАННЯ ЛУКАШЕНКІ ДЗЯРЖАУНЫЙ САКРАТАР ЗЛУЧАНЫХ ШТАТОВ АМЕРЫКИ ПРЫЛЯТЦЕУ У МЕНСК И ВЫКАЗАУ ПОЛНЫЕ ПАТТРЫМАННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТЦІ НАШЕЙ КРАИНЫ. МЫ РАЗУМЕЕМ, ВАШ СУСЕД У ВАЗ ДОЛГА И СТОРАЯ ДЫЧАНЕНЯУ З РОСЕЙ, МЫ НЕ ХОЧАМ, КАБ ВЫ ВЫБИРАЛИ МЕЖ НАМИ ДВУМА. ПОСЛІ РАЗНОГО РОДА НЕДОПОНІМАННИЙ В ОТНОШЕНЯХ МЕЖДУ БЕЛАРУСІЇ И САЦІДІНОНЫХ ШТАТОВ АМЕРИКІ, АССАЛЮТНО БЕЗ ОСНОВАТІЛЬНЫХ НЕДОПОНІМАННИЙ ПРОШЛЫХ ВЛАСТІЙ, РИСКНУЛИ ПРИЄХАТЬ В МИНСК. МАЙК ПАМПЕА ПАРАЗМАУЛЯУ ІЗ МІНІСТРАМ ЗАМЕЖНЫХ СПРАВ УЛАЗІМІРАМ МАКЕЕМ. ЗЛУЧАНЫЕ ШТАТЫ ХОЧУТЬ ДОПАМАХЧІ БЕЛАРУСІ БУДАВАЦЬ СУВЄРЕННУЮ КРАІНУ. НАШЕ ВЫТВОРЦЫ ГАТОВАЯ ДАСТАВІЦ СТО АДСОТКОВ АБЮМУ НАФТЫ, ЯКІ ВАМ НЕАБХОДНЫЙ, ПАГОДЛИ КОНКУРЕНТНЫХ ЦЕНАУ. МЫ НАЙБУЙНЕЙШЕ ВЫТВОРЦА ЭНЕРГАНОЗБІТА У СВЕТІ. УСЁ, ЧТО ВАМ ТРЕБА, ГЭТА ПАКЛІКАЦЬ НАС. И ХОЦ АМЕРЫКАНСКАЯ НАФТА КАШТАВАЛА Б ДОРАЖЕЙ, ЧИМСЯ РОССЕЙСКАЯ, ПРАПАНОВА НАДЗВЫЧАЙ АКТУАЛЬНЫЕ. С ПАЧАТКУ ГОДА РОССЕЙСКАЯ КАМПАНИЯ ТРАНСНЕФТЬ ГЭТАКІ НЕ ПАСТАВІЛА У БЕЛАРУСЬ АНИ ВОДНЫЙ ТОНЫ НАФТЫ. ЭКСПЕРТ КАЖА, ЧТО ЗАМЕРЫКАЮ ТАК САМА, НЕ УСЁ ТАК ПРОСТА. ЗА НЕКАТОРЫХ АМЕРЫКАНСКИХ САМКЦИЙ БЕЛАРУССКИЕ КАМПАНИИ НЕ МОГУТ НАБЫВАТЬ НАФТЫ, НАФТА ПРОДУКТЫ У АМЕРЫКАНСКИХ КАРПАРАЦИЙ. И З УЛИКОМ НАЯВНОСТИ ТУТ УЗАЕМНЫХ ИНТЕРЕСОВ, ВИДАВОЧНО НЕКАТОРЫЕ РАЗВЯЗКИ МАХЧЫМЫ. ДЯРЖ САКРАТАР ДАУ ЗАРАЗУМЕЦ, ЧТО РАЗВЯЗКИ МАХЧЫМЫЯ ТОЛЬКИ ПРЫЗМЕНЯ СТАВЛЕННЯ УЛАДА У БЕЛАРУССИЙ ДА СВАИХ ГРАМАДЯНОВ. БЕЛАРУССЬ ЗРАБІЛА РЕАЛЬНЫЙ ПРОГРЕС У ГЭТЫХ ПЫТАННЯХ, АЛЬЯЩЕ ТРАБА ПРАЦАВАЦЬ. ДЛЯ ЗЛУЧАНЫХ ШТАТАУ ПРАЯРЫТЭТЫ, ПАВАГА ДА ПРАВАУ ЧАЛАВЕКА, МОЦНАЯ ГРАМАДЯНСКАЯ СУПОЛЬНАСТЬ И СВАБОДА МЕДЫЮ У КОЖНЫМ КУТЕ СВЕТУ. ПРАГРЕС У ГЭТЫХ СФЕРАХ АДЗИНАЯ ДАРОГА ДА ЗНЯЦІ САНКЦИЯ У ЗША. У ЛАДЗИМИР МАКЕЙ СТВЕРЗЮ, ЧТО ЗГОДНА З РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ААН УЛАДЫ РАСПРАЦАВАЛИ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРАВОУ ЧАЛАВЕКА, ЯКИ У БЕЛАРУССИ НАВАТЬ РЕАЛИЗОВАЕЦЯ. БЕЛАРУСЬ, ВОЗМОЖНО, НЕ ЯВЛЯЄЦЯ АБСУЛУТНО ИДЕАЛЬНОЙ СТРАНОЙ В ЭТОМ ПЛАНЕ, И МЫ ПАНИМАЕЮ, ЧТО И МЫ ДАЛЖНЫЙ СОВЕРШАЦ, РЕАЛИЗОВАЦЬ КАКЕТЫ РЕФОРМЫ В ТОЙ ИЛИНОЙ СФЕРЕ, В ТОМ ЧАСЛЕ, И В СФЕРЕ СОВЕРШЕНСТВЕННЯ ПРАВ ЧЕЛАВЕКА. И МЫ ЭТА И ДЕЛАЕМ. ШТО ПРАУДА, АНИЯКІХ КАНКРЕТНЫХ ДАСЯГНЕННЯУ МАКЕЙ НЕ ПЕРАЛІЧЫУ. ЗАТО Э СВАЕ ПАДЛИКІ МАЮЮТЬ ПРАВААБАРОНЦЫ. ГЭТАК ЗАУДЕЛ У СНЕЖАНСКИХ МЫРНЫХ АКЦЕЯХ ПРАТЕСТУ БОЛЬШЬ ЯК СТО СЕМДЗЯСЯТ СУДОУ ПАКАРАЛІ ГРАМАДЯНАУ АМАЛЬ СТА ТРЫЦАЦЮ ТЫСЯЧАМИ ШТРАФУ, А ТРЫНАЦА� ОТРЫМАЛИ АГУЛАМ ТРЫСТА СОРАК ПЯТЬ СОДНЯУ АРЫШТУ. ОППОЗИЦИЯ Ж НАПИСАЛА ЗВАРОТ ДА МАЙКА ПАМПЕЯ. НА ИХНУЮ ДУМКУ, ТОЛЬКИ ОДНА СПРАВА МОЖА КАРЕННА ПЕРАМЯНИТЬ СИТУАЦЮ. Любые переговоры с Лукашенко, на наш взгляд, должны все же увязываться с проведением честных выборов, потому что 25 лет – это чересчур. МАЙК ПАМПЕЯ СЁНЯ ПАУГАДЗИНЫ РАЗМАУЛЯУ С ПРАДСТАВНЯКАМИ ГРАМАДЯНСКОЙ СУПОЛЬНОСТЦІ У ТЫМ ЛИКУ САСТАРШЕНЁЙ ТОВАРЫСТВА БЮАРУСКОЙ МОВЫ. Мы подяковали за ту подтримку грамадзянской супольности, яка оказывалася, за ту увагу, якую представники излученных штатов Америки выказывают питанию правов человека. На сустрече так само присутничали старшиня Офису правов людей с инвалидностью Сергей Дроздовский, а так само правооборонцы Олесь Беляцкий и Олег ГУЛАК. А пошния звернули увагу на стабильно кепскую ситуацию с правами человека в Беларуси. У нас диктатура отличается тем, что все обещают в субботу, в воскресенье президент работают. Витал Тимфрик, Веса. Традиционно на одну копейку от завтра подорожает автомобильное палево. Прочарговый рост кошта уповедомили у концерни Белнафтахим. Это уже пятое подорожение палево от початку году. Теперь бензин АИ-92 будет каштовать рубель 69 копеек. Копеек дызельное палево и 95-ый бензин рубель 79. А за литр бензину АИ-98 заплатим 2 рубли и одну копейку. У Белнафтахиме подвышение кошта у напалево отломачить подорожением нафты. От сёня бюджет прожиткового минимуму повеличивается, а следом и шерых социальных выплатов. Вырос по мер дитячих допомогов и некоторых видов пенсио. На кольки, ведая Алена Дубовик. Сёня крыху больше минимальные прационные и социальные пенсии, а так само дитячие допомоги. До росту гэтых выплатов спрышинилась опавелишение бюджету прожиткового минимума. Бюджет прожиткового минимума – это показатель, который отображает стоимость какого-то набора товаров и услуг, которые необходимы для поддержания здоровья человека. Ну, то есть, если утрировать, то для того, чтобы человек остался жив, для выживания. Гэтым разом бюджет прожиткового минимуму вырос на 8 рублей 4 копейки. И теперь ровны 239 рублям. Такие он застанется до початку травня. Уплывая бюджет прожиткового минимума и на помер пенсио, але не у сих, а только минимальных працовных и социальных, вырастут и надбавки до пенсио для некоторых категорий громадянов. У середним рост не пировысит 10 рублев и не за кране большинстве пенсионеров, які отрымливают пенсии по водля узросту. Когда люди получают по 200 рублей, то, ну, что это? Извините, у меня произнестывает значительно больше на месяц, чем эти 20 рублей. Груши мало, пенсия маленькая. Я проработала в институте онкологии 38 годов на одном месте. А что зарабила? Копейки. Нет, это брызги какие. Это нас не спасет, понимаете? Лютовские змены закрануть и минимальные споживецкие бюджеты, які одрозниваются от бюджету прожиткового минимуму. Это более реалистичный показатель. Там более широкая корзина товаров и услуг. Туда включаются блага не только для поддержания здоровья человека, но и для обеспечения его каких-то социально-культурных потребностей. Он почти в два раза выше. От 29 до 37. На стольки рублев вырастут допомоги на дятей до трех годов. Допомога на первое дитя складе приблизно 405 рублев. На другое и наступных приблизно 463 рубли. На дитя с инвалидностью 521 рубель. Але наибольшь значно выросли одноразовые дитячие выплаты. При народжении первого дитя с 1 лютого семья отримая на 80 рублев больше. При народжении другого и наступных дятей на 112 рублев больше. Алена Дубовик, Белсат. Пекин бьет тревогу и просит пильной допомоги у ее развяза. У Китая, який змагается с выбухом коронавирусу, не стоеме документов. Подробязности у агляде падеял замежа от Вольги Старостиной. Эпидемия коронавируса забирают черговые житцы. Китайская национальная комиссия здоровья, что дня гучивает трагичную справоздачу. Подтвержены 11 791 выпадок вируса. Агульная колькость смерти ускладает 259. Удалося выликовать 243 особы. Пресс-китайский коронавирус злочинной штаты Америки сегодня увели надзвычайный стан, что предуглечивает заборону на уезд замежникам, який пребывали у Китая. Уведены обовязковый медичный огляд да и маверный карантин для американцев, які вертаются с КНР. Следом за американцами надзвычайный стан пачали уводять и іншые краины. Выпадки заражения коронавирусом зафиксованы уже у 27 краинах. Утым леку два выпадки у соседней знаме России. Мы захотели, мы зробили. Она нужна убезпечной. Это чудовно. А керавница у Раду пообещала, что Шотландия вернется у Йоразвяз. Але уже у якости незалежной державы. Выход з Йоразвязу отбывся прастры с половой годы пасля референдума о Брэкзите. Згодны с домовой об выходе до 31-го снежня будет трываць пераходный период. А гэта значат, что тягом 11 месяцев британцы будут подначалюваться рашэнням Йоразвязу. Аля при гэтым не будут судельничать у их принятти. Медузы киборги будут доследовать океянічные просторы. Гучится квантастика, аля гэта речаіснасть. Американские новоковцы примыцевали до тела Медузу адмисловый протез, дякуючи якому те могут рухаться у троях учей, спускаться на вялізную глубину и не отчувать при гэтым ніякого дискомфорту. Дасюль океян на глубине больше за 20 метров бы вывучены слаба. Цепір Медузы змогуць збирать необходные звездки и вертаться з ями данного кауцау. Пасля выдалення протезу Медузы немаюць пашкоджыню и могуць плаваць, як Дасюль. Вольга Старыстіна, Белсат. У першы лютавский день 1863 года на землях сучасных Беларуси и Литвы распачалося паустанне супраць российского царызму. Ягу больше ведаюць, як паустанне Кастуся Калиновского. Память у дельников сёня шановали у Вильню. Представники руху «Солидарность разуму» склали кветки для крыжа на Лукишской площади города. Я верю, что эта традиция будет продолжиться столько, сколько живет память народа. И зараз это особливо важно. Бухожна такая акция. Это ясно свечу не того, что Беларусь живет. Беларусь будет жить. И мы будем смагаться за незалежность нашей краины. Я видел численных, многочисленных беларуских студентов, которые ездили в Варшаву в рамы Калиновского. И они понимали, что этот человек – это один из отцов нации для Беларуси. Доброе, что разом с нами удельничали литовские и украинские коллеги. Это показывает то, что ту борьбу, которую вели наши попередники, мы все-таки выиграем. Отзначили угодки початку повстанья Калиновского и в Беларуси. У Глыбоким мясцовый каваль выковал косу, традиционную зброю повстанцев-селянов, яких называли косинерами. Анастасия Русецкая подробя с ней. У Гоноргадавины початку повстанья Кастуся Калиновского, опошняга, вызвольнага повстанья 19-го стагодзя на территории сучасной Беларуси, каваль с Глыбокого Дяніс Дубина взялся выковать саправдную косу повстанца. В грозный час приходилось кавалю становиться оружейником. Так как железо было дорогое, поэтому оружие приходилось делать из подножного материала, из тех же самых кос, из тех же самых серпов. Дяніс Дубина – сын ведомого каваля Александра Дубины. Ягони-батька в свой час спричинився до одраджения кавальской справы на Глебоччине. Сьогодні, як и в 1863-м годі, у кузні народилася новая зброя косинеров. Павод для реконструктора Віктора Дудкевича – коса у спритных руках, довольно эффективная и зручная зброя. Першая – второй шоу з ружьями, другі – з піками, а третя – з косами. А боли могли зменіцца – перші з ружьями, з косами, потом з піками. І хоць гэткая зброя не была такая ж эффективная, як стрельба российського войска, і она стала символом боротьбы за нашу і вашу свободу. Анастасія Русецкая, Белсат. Ну а аб'єкты у протягні прагноз на двор. Я на завтра пасэчэго захвачываю глядзеть новая выдання сатрычного шоу «Вечарні шпіль». Новіны падобні на жарты і жарты на новіны. А в студій працаваў Кирилл Смяглікаў. Добрага вам вечару. Заставайтеся з Белсатам. Добрага вам вечару.